Следующий вопрос. Сколько потребляет отопитель? В моем лифт стоит тепловой насос и он потребляет немного. Сначала включаются тены, греют они буквально пару минут, выходят на мощность в зависимости от температуры 3-5 кВт, потом гаснут и работает только тепловой насос. Он потребляет при температуре ниже нуля, до минус 10 градусов на улице, примерно 1 кВт в час. На 1 кВт в час я могу проехать вот как зимой сейчас, у меня расход 5,4 км на 1 кВт в час. То есть если я 2 часа нахожусь в машине, отопитель отнимет примерно 11 км за 2 часа в пути. Вот здесь эта расчетная цифра отражается. Можно поставить дизельный или бензиновый автономный отопитель. Ну во-первых, сэкономите вы только эти 11 км в день, во-вторых, ломается вся гармония. Снова заезжаешь на заправку, запах топлива, выхлоп, вряд ли я к этому прибегну. Для меня проще в сильные морозы, когда машина теряет 30 или 50% своего запаса хода при температуре на улице минус 25 и ниже, заехать на дозарядку и потратить лишние 20 минут, дозарядиться. Но такие морозы у нас бывают не часто и держатся недолго. А при температуре до минус 10 градусов мне хватает и своего запаса хода. Станет не хватать, скорее всего поменяю батарейку или куплю другой электромобиль. Кстати, тоже интересно, у сына заканчивается тренировка по-разному. Я могу прождать его в машине от 10 минут до часа. И все это время у меня будет включен отопитель, я могу комфортно работать в машине, при этом не травить соседей по парковке и не изнашивать мотор ДВС на холостом ходу, если бы я был на своей предыдущей Тойоте Ауэрис. Очень круто! Продолжение следует...